шалом сегодня наконец-то мы сможем добавить что-то от себя в молитве до сих пор мы учили проход проход там есть начало конец все расписано все точно ни слова не добавить и слова не убавить а веркат amazon там уже ближе к концу есть место где можно добавлять от себя просьбы кого-то благословить это здорово наконец-то этого доходим вообще все время есть в молитве такая вот как бы дилемма до такой вот колебания с одной стороны мы хотим чтобы молитва шла правильно чтобы она была принята во вратах молитвы поэтому и говорим о как она установлена мудрецами именно эти слова много секретов скрывается за словами молитвы другой стороны мы хотим что-то личное от себя тоже добавить и просить мы хотим чтобы лакать от себя тени которая может быть неуместно да и вот время так вот в этом что что лучше что лучше лучше вот чисто сухо ведь и по тексту или как бы добавить свой энтузиазм это вопрос непростой на самом деле прикатом озоном позволяет это это совместить какая-то мазон то самое длинная браха самая-самая длинная браха даже не браха это больше браха который переходит переливается в молитву и мы сейчас выучили три первые благословения помните азан потом аля арец и потом бейт давид и руша лайм архуд бет давид и руша лайм царство давида и сегодня переходим к 4 барахе это бараха а то вами тиф это бараха уже дарабанан пока что было все история теперь добавка от от мудрецов эта часть она начинается с длинного списка который который перечисляет добродеяния ашема давайте перейдем к тексту и посмотрим из-за слов молитвы как она построена а то в амитив вот видите это продолжение бригад амазон начало 4 барахи начало как всегда баруха таашем и локену мелеха олям и дальше мы говорим так сразу заметим что все слова из бригад амазон ну или почти все и вообще из брахот они все взяты из псуким и станаха нет такого что какие-то слова появляются просто так обычно это все какие-то цитаты или или просто выдержки или просто какие-то даже отдельные слова но не все взяты из из псуким и они несут намек на те самые псуким подогустим даже вот здесь мы говорим а кель авину авину и шпасукши не марки ата авину малькену ашем малькену есть это говорит о том что пасук ашем малькену адирейну ма адир шимха бухоли арец бороэйну коо маро шем бороэха яаков бороэхо яаков бороэйну гооалейну гооалейну ашем Зあем, цфакот шмо, йоцрейну, в Йоцар-Исраэль, во Йоцре-хо-Исраэль, поскольку в Йоцре-хо-Исраэль, Кудошейну, тоже часто употребляется Гудошейну, и Кудош-Яаков. Почему мне Кудош-Яаков, почему не цфак, почему не вран, видите, Кудош-Яаков, Чем Яаков, отличился? Яаков, он видел во сне лестницу, помните Су-Лям Яаков, он видел ангелов, и объясняется, что только Яаков, он видел Кудоша Ташэм, Душа Таши Святости Творца во сне. Это был такой пророческий сон. И поэтому мы говорим к Дошу Якову. Дальше, Руэйну, Руэйсраэль, Азина, Нуэк Ацон, Йосеф, Йошеф, Акрувим, Офия. Это пастух из Тиэлим, Тиэлим Перекбет, там есть слово Руэ, Руэйсраэль, Ашем он как Руэйсраэль, Руэйсраэль, Азина, услышь нас, пастух Израиля, услышь нас, Нуэк Ацон, Йосеф, Ты управляешь, ты управляешь Йосефа, Йосеф дал припитание всему Израилю, помните, был голод в Израиле, а Йосеф в это время был в Египте. У него было много запасов еды, он накормил всех братьев, и впоследствии весь Ам-Исраэль питался благодаря Йосефу, поэтому написано Нуэк Ацон Йосеф, благодаря Ашему Йосеф разбогатил, у него было припитание для всего народа Израиля. Йошева Крувим, Офия. Тоже обращение к Творцу, да, появись перед нами. Это пастух. Мы говорили, что мы зависим от Творца как стада, как овцы от пастуха, и пастух может управлять овцами, стадом и коровами. Сказано про царя Давида. Царь Давид, как известно, был пастухом, и он заметил, что есть разные, у него были овцы, есть молодые, такие огнята, есть такие уже матюрые, такие бараны, и средние, и разные. Он заметил, что очень часто те, которые такие понаглея, да, бараны, они толкают молодых и съедают всю траву, и этим огнятам ничего не остается. Что сделал Давида Мелех? Он еще не был Мелех, он был просто Давид, сын Ишая, пастух. Что он сделал? Он придумал так, он сделал забор, ограждение, не нужно сильный забор для скотина, они так не вылезут. Просто такое простое ограждение, и всех овец закрыл там, а потом там они ночевали, а потом утром, когда уже пришло время пастись, он открывал, и сначала он выводил самых молодых, самых таких беззащитных овечек, и тогда они ели самую молодую зеленую травку. Потом он остальных тоже выпускал, и те уже могли съесть более грубую траву, которая была не по зубам молодым огнятам. И так, благодаря этому все были сыты и довольны. И благодаря этому Давид потом стал пастухом Израиля, всего народа Израиля, потому что он заботился о всех. Это ему сказали Роэ, Роэйну. Вообще, есть тут, насчитывают 15, 15 таких вот эпитетов, перечислений. Авину, Малькейну, Адирейну, Боурейну, Гоалейну, Юцрейну. Есть разные, есть разные тут, ну, сахим, есть разные варианты, это брахи, допустим, с Вородим, с Дотумизрах, они немножко по-другому идут. Несчитывают 15, почему 15? 15, потому что у нас есть вообще в неделю 15 трапез. Если мы посчитаем, ну, каждый день мы кушаем, скажем, два раза трапезу, два раза трапезу мы кушаем, написано, есть такой пастух. Есть такой пастух, когда, 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 когда шуман, когда шуман, там сказано, Боэрв, тухлю бассар, обувокер, обувокер лаха. Ну, имеется в виду, что бассар, просто так мясо не кушают, мясо кушают, но это трапеза с хлебом. И поэтому, как бы, считается, что лучше всего кушать два раза в день, не три, три это слишком, две трапезы, утром и вечером. Это шесть дней, шесть дней, получается 12 трапез. В шаббат мы кушаем три трапезы. В шаббат три трапезы, получается 15. Да? Вот пастух, пастух такой, который я сказал, без неба, написано, бэнарбайм, но это вечером. Бэнарбайм тухлю бассар, обувокер тизбеу лахам. Это такой точный пастух, сэфир шмот. Бэнарбайм тухлю бассар, обувокер тизбеу лахам. Вечером трапеза и утром трапеза, два раза в день, умножить на шесть, 12. Три трапезы это 15, и на это есть намек в пастухе, пастух, ванахну не варех я, ванахну не варех ка, анахну не варех ка, мы благословим юткей, юткей это имя творца, юткей это тоже 15, получается как раз 15 трапез. Кстати, сегодня я вот это учил, и мне это решило большую проблему свою. У меня была проблема такая, что я чувствовал, что я в будние дни кушаю, как бы сказать, ну хорошо кушаю, да, не хуже, чем шаббат. Это такое, как бы ощущение такое, как-то чувствуется, кстати, очень неудобно, потому что принято шаббат кушать хорошо, лучше, чем в будние дни. А что делать, когда если в будние дни еда тоже вкусная и хорошая, как-то мне было такое чувство неудобства немножко. Я понял, что, вот тут нашел ответ, что в шаббат мы кушаем три раза, а так, даже если в будний день кушаем хорошо, но это же мы не кушаем три раза в день, да, как бы, ну один раз в день, да, в лучшем случае так можно покушать хорошо, но в шаббат мы кушаем три раза в день. На самом деле еще объяснение, в шаббат мы пьем вину, а в будний день, хотя еда может быть вкусной, но без вина, обычно. И, кроме того, в шаббат стол у нас более красивый, то есть сама трапеза, она более такая праздничная, скатерть такая праздничная, белая, ну и так далее. Вот, поэтому в шаббат еда, как бы, она все-таки более возвышенная, и кроме всего этого, на самом деле, вообще еда в шаббат, у нее же совсем другие свойства, там же находится совсем другие барахот, да, там, есть бараха в виде благословения в еде. Там разные другие нецутод, и так далее. Поэтому, конечно, хотя в будний день у нас тоже еда неплохая и вкусная, но шаббат это что-то другое. Так, мы сказали, тут есть 15 разных перечислений Творца, еще раз повторим. Тут идет речь вообще про мальхут, если мы смотрим сюда, тут мальхут, мы обращаемся к Ашему, это называется мальхут шамаем, мы тут упоминаем мальхут шамаем, мальхут шамаем, до этого мы говорили мальхут Байдавид, помните, Давид, Шломо был мальхут Байдавид, а тут мы упоминаем теперь уже мальхут шамаем, сказано так, что в дни царя Рахавама написано так, то есть евреи начали предупреждать тремя вещами, мальхут шамаем, мальхут Байдавид и Байдавид. Мальхут шамаем, мальхут Байдавид и Байдавид. Евреи стали относиться приблизительно к Мальхут шамаем, им тоже царство Давида и Байдавид. Это были времена царя Рахавама, имеется в виду те евреи, которые отошли от Рахавама и пошли с Юравамом, они образовали отдельное царство, царство Исраэль. Они имеют в виду, что они маасу, мальхут шамаем, мальхут Байдавид и Байдавид. Сказано так, что поскольку они так вот отнеслись к тремя этим вещам, то сказано, что нужно это дело литакен, литакен, нужен текун, и не будет геула, избавления, не будет геула, пока эти три вещи не справятся. Пока мы три эти вещи снова не захотим обратно попросить, не попросим это, не будет геула. Мы должны снова захотеть мальхут Шамаем принять на себя, так мы учили в Криат Шмаш, Майя Среда, мальхут Шамаем, мы хотим Мелех Машех, Байдавид и Байдавид. И поэтому мы сказали Беркат Амазон, мы упомянули, мы упомянули Байдавид, да, мальхут Байдавид, мы упомянули Иерусалаем в прошлой барахе, был у нас Иерусалаем, и теперь мы добавляем мальхут Шамаем. Вопрос, почему это не оставить все вместе в одну бараху? Зачем нужно делить? Да, третья бараха Иерусалаем, потом четвертая бараха мальхут Шамаем. Дело в том, что нежелательно ставить вместе мальхут Шамаем и мальхут Байдавид. Хотя мальхут Байдавид это, конечно, самый наилучший вариант политический, который для нас может быть, сейчас тут у нас выборы, как раз на поездке дня, конечно, лучше всего бы, чтобы был мальхут Байдавид, это лучше любой демократии, аристократии, неважно что, но все равно это несравнимо с мальхут Шамаем. То есть есть мальхут Аарец, мальхут Басарвадам, это царь, даже это будет Машир, все равно он царь Басарвадам, а есть мальхут Шамаем, это намного выше. Поэтому рядом мы это не ставим. Поэтому сначала мы упомянули мальхут Байдавид в Иерушалаем, а теперь мы уже добавляем мальхут Шамаем. То есть четвертая бараха, она упоминает мальхут Шамаем. И давайте дальше пойдем по словам разбирать. А мелех оттов вамитив лаколь. Это Боро-Лам. Этот мальх, это мелех, это мальхут Шамаем. Это не человек. Это мальхут Малхиам Лахим. Акадош Бороху. Он оттов вамитив лаколь, он знает точно кому, когда, что нужно, даже лучше, чем мы сами. А тов вамитив лаколь. Делает хорошо, делает даже еще лучше, чем мы сами можно сделать для себя. Ля коль, ля коль, ля коль. Поэтому приказмозона такая длинная, что мы поели, мы носите сейчас на душе хорошо, и мы заодно уже упоминаем все-все-все, что может быть. Кстати, даже самая простая браха после любой еды, которую мы говорим, Буренов работает в Эхесрунан, там тоже желательно упоминать не только себя, а все то, что нам Ашем дает, и то, что он был на столе. Допустим, мы поели так, мы поели, допустим, рыбу, мясо, потом разные там горошки, стручки, овощи, потом закусили фруктами, то есть мы ели много-много-много-много чего, какой еды и выпивки, была разная выпивка, и в конце всего одна браха, правильно? Допустим, если мы не ели там мизунот, не ели хлеба, мы можем есть очень много разных видов еды, а браха в конце будет одна. И надо иметь в виду, стоит иметь в виду, вот все, что мы ели, нужно в эту бурку как бы пытаться включить. Так написано в книге Исот Вашороша Авода. И мы возвращаемся снова, извиняюсь, снова возвращаемся к АТО ВАМИТИ, ВЛЯ КОЛЬ, ШИБХОЛЬЮМ ВАЁМ, ВАЁМ, БХОЛЬЮМ ВАЁМ, изо дня в день, каждый день. ЙОМ ВАЁМ. Почему допустим ЙОМ ВАЁМ, а не ЙОМ ВЕЁМ? Мы знаем, что есть ВАВ, это И, называется ВАВАХИБУР, ВАВ, который соединяет два слова ВЭ. Обычно говорят ВЭ, тут написано ВАЁМ. Дело в том, что перед ударным слогом ВЭ меняется на ВА, тем более в устойчивых выражениях. Допустим ЙОМ ВАЁМ, ЙОМ ВАЛАЙЛА, АВ, ВАЭМ, БАСАР, ВАДАМ, и так далее. Вот когда идут два слова, они как парные слова, они уже так часто вместе идут в устойчивые выражения, то ВЭ меняется на ВА, БАЙТ ВАГАН, есть такой район в Иерусалиме, все время спор, как это, БАЙТ ВЕГАН или БАЙТ ВАГАН. КАВТОР ВАФЕРАХ написано, КАВТОР ВАФЕРАХ, КАВТОР ВАФЕРАХ, как это было в норе, да, тоже идут вместе, КАВТОР ВАФЕРАХ, поэтому тут тоже написано ЙОМ ВАЙОМ. Идем дальше. Продолжение этой Брахи. У ГЭТИВ, У МЭТИВ, УЯТИВ ЛАНУ. Это идеальная посуда для тех, кто выучит три временные иврити, прошедшее, настоящее и будущее, видите, вообще отлично. ГЭЙТИВ, ГЭЙ, да, это прошедшее время, ОН, ГУ, ГЭЙТИВ. И так обычно строится прошедшее время, допустим, БЕНЯНИ ИФИЛЬ, да, ЛЕГАТИВ. ГЭЙТИВ. У МЭЙТИВ, ГЭЙТИВ, это МЭМ. Обычно в настоящее время будет стоять МЭМ, допустим, БЕНЯНИ ИФИЛЬ, БЕНЯНИ ИТПАЭЛЬ, в настоящее время будет МЭМ. Если вы видите МЭМ, это скорее всего настоящее время, потому что в прошедшем времени не будет МЭМ, только если это не корень. В будущем тоже МЭМ не будет, никак. Только получается МЭМ это глагол в настоящее время. ГЭЙТИВ, МЭЙТИВ. А в будущем он все время будет ЮТ, поэтому ГУ, ЕТИВ, ЮТ, УЕТИВ. И так любой глагол, так будет в настоящее время МЭТИВ, в будущем будет ЕТИВ, да, только меняется корень. УГЭТИВ, УМЭТИВ, УЕТИВЛЯНУ. Что имеется в виду, что АШЕМ, он дает нам препитание и всегда, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем он делает нам хорошо. Мы за это благодарим. УЭТИВ, УМЭТИВ, УЕТИВЛЯНУ. Опять, почему мы такие хорошие вдруг стали? Потому что мы только что наели, мы поелись. Когда человек наелся, у него на душе хорошо. Все хорошо. Жизнь хороша. Хочется петь. Как пьяный, да, как пьяный. Пьяный, у него все хорошо, он такой веселый, добрый становится. Так тоже после еды. Еда обычно идет тоже с вином. И поэтому человек все хорошо, он тоже благодарит Отворца, что так все хорошо у него в жизни сложилось. В прошлом и будет тоже все хорошо. УЭТИВЛЯНУ. Дальше. УГЭМАЛЯНУ, УГЭМАЛЯНУ, УИГЭМАЛЯНУ. Тоже сам принцип. ГАМАЛЯНУ, это прошедшее время. ГОМЛЕЙНУ, настоящее ИГМАЛЕЙНУ. Только это уж БЕНЯНПААЛЬ, поэтому ГАМАЛЬ, ПААЛЬ, просто корень, да, ГАМАЛЬ, ГАМАЛЛАНУ. Он воздавал нам хорошо, ГАМАЛЯНУ. Тут у меня написано в переводе. Он воздал нам. Он воздает, он будет воздавать нам. Нам. Так перевели слово ЛЕГМОЛЬ. ЛЕГМОЛЬ. ГМЕЛУТ ХАСАДИМ. ЛЕГМОЛЬ. Делай добро. ГМАЛЯНУ, УГОМЛЕЙНУ. НАСТОЯЩЕ ВРЕМЯ, да, как это в ПААЛЬ, все время будет там ОВ НАСТОЯЩЕ ВРЕМЕНИ, например, БАДАК, БОДЭК. И в будущем будет ИГМЕЛЕЙНУ. ЮТ, это и три корневые. У ИГМЕЛЕЙНУ. Будущее время. НУ, это не относится к глаголу, это просто добавка нам, нам, да. Он делает хорошо нам, НУ. АНАХНУ. НУ, это не часть глагола, это приставка, которая показывает на лицо. Мы. ЛЯ АД, ЛЯ ХЭН, УЛЯ ХЭСЭД, УЛЯ РХАМИМ. Во веки вечные, в милосердии и страдании, любви и благосклонности. ЛЯ АД, ЛЯ ХЭН, УЛЯ ХЭСЭД, УЛЯ РХАМИМ. УЛЯ РЭВАХ, АТСАЛА, ВА АТСЛАХА. РЭВАХ, мы говорим, что РЭВАХ, когда у нас все хорошо, все обширно, да, всего хватает. РЭВАХ, АТСАЛА, спасение и АТСЛАХА, чтобы у нас был успех. БАРХА, ВЕЙЩУА, НЕХАМА, ПАРНАСА, ВЕХАЛКАЛА, ВЕРАХАМИМ, ВЕХАИМ, ВЕШАЛОМ. Тут все понятно, кроме, может быть, слова АТСАЛА. Почему тут вдруг АТСАЛА? АТСАЛА, АТСАЛА это спасение, да. Тут в Израиле такие машинки скорой помощи. Называется АТСОЛЕ, АТСАЛЕ, АТСАЛА. Если кому-то плохо, вдруг... АТСАЛЕ, АТСАЛА. Почему здесь АТСАЛА? Что мы переели, что ли? Нам нужна теперь АТСАЛА срочная из-за этого. На самом деле, я не думаю, что это в этой причине. Причина в том, что на самом деле мы подвержены очень многим опасностям постоянно. Сегодня вот на Израиле ракета упала посреди Израиля. Ни с того ни с того, ни с того, ни с того. Ни ожидал, бум, упала ракета. Это бывает. Это только один пример. Постоянно есть что-то. Есть такое рождение. ЭНРЕГА БЛИПЕГА. ЭНРЕГА БЛИПЕГА. Поэтому, если мы не замечаем этого, но АТСАЛЕ нас постоянно бережет. Есть ангелы, которые нас берегут, поэтому нужна все время АТСАЛА. АТСАЛА. Само собой, АТСАЛАХА, БРАХА, ВИШОАННИХАМА, ПАРНАСА. Читаю перевод. Любви, мы сказали, любви и благословности, спасения, вот это АТСАЛА, избавления. Не знаю, почему написано избавление. Тут написано АТСАЛАХА, но там есть избавление почему-то. и благословение, и поддержка ради жизни, и всякого блага. Тут это называется, что можно сломать руки и ноги, если идти по этому переводу. Непонятно, что имеется в виду, что к нему относится. Поэтому лучше все-таки понять слова на иврите и говорить на иврите. Бахаим и шалом. И в конце, И всего хорошего. Когда люди прощаются, говорят, КОЛЬТУВ, ну, такое пожелание, да, всего хорошего. Хасыр это недостаток. АЛЬЯХасыр, что у нас не было недостатка. И в конце написано АМЕН, но этот АМЕН говорит не сам, кто говорит Блаху, а тот, кто его слышит. Как обычно. Браха, конец Брахи, говорится АМЕН. Здесь тоже Браха закончилась, хотя тут нет в конце Барухата, но это было в начале. Это Браха. И в конце тот, кто это слышит, должен сказать АМЕН. Часто это люди не знают или пропускают, не замечают, потому что нету слова Барухата. Нет этого знака, да, для АМена. Но тем не менее, это конец Брахи. Тут мы говорим АМЕН. Теперь мы должны разобрать историю этой Брахи. Эту Браху составили в тот день, когда были похоронены жертвы восстания в Бейтаре. История такова, что после разрушения второго храма еще оставались евреи, которые жили в городе Бейтар, и не жили там еще после этого 52 года. Сказано так, это Медраж Иха, там все это приводят. Медраж Иха мы читаем, например, в Тишаба Аф, 9-го Афа. Сидим на полу и читаем грустные вещи про Хурбана Байт. И в том числе мы читаем Медраж Иха, читаем Магелат Иха и Медраж Иха. Там очень подробно описывается, что происходило в Бейтаре, во времена, когда правили римляне. Был такой Цезарь, Кесар Андрианус. И именно он пришел в Бейтаре и подавил там восстание. Было очень много погибших. Он буквально просто перерезал весь Бейтаре. Сказано, что было шмуним элев рибо убитых. Шмуним элев рибо. Я даже не буду перевести, потому что останется страшно. Шмуним элев были 80 тысяч рибо. Очень много людей. И кровь текла, и доходила до колена. И после всего этого римляне еще не дали их захоронить. Сказали, что они сделали, как сделали себе забор. Из трупов сделали забор, из костей трупы делали себе забор. Так вокруг виноградников вместо камней. И так люди лежали, трупы лежали сколько? Много лет. Минимум 7 лет. Может даже 14 лет. Скажено, что 7 лет виноградники питались кровью. То есть это было как удобрение для них. Кровь, было удобрение для виноградников. И не нужно было никакого другого удобрения. Это был отличный виноград. И только потом, только потом, уже пришел другой, это цезарь Антонинус. И он позволил похоронить этих людей, умерших евреев. И когда их похоронили, вот тогда, сказали, составили эту бараху в Явне. Все евреи переехало во главе с раб Йоханом Бензакай, переехало из Иерусалима в Явне. Явне в Хохаме. Там был Йоханом Бензакай. И мудрецы переехали туда. И там составили эту бараху. Это вот вкратце такая история про черту бараху Атов Ваймитив. Она называется Атов Ваймитив. Атов, что те люди, которые были убиты, трупы, они не разлагались. Не было даже никакого запаха. Ваймитив, что в конце концов их похоронили. Теперь вопрос на все это. Два вопроса. Во-первых, какая связь между этим всем и между Беркатом Азона? Мы только что поели. Это был такой красивый стол, такая вкусная еда, красивая. И тут мы должны упоминать вещи, которые, они, конечно, грустные. И, конечно, это здорово, что их всегда похоронили. Но беседа не за столом, не столовая беседа. К столу это как бы не очень подходит. Вот такой вопрос. А второй вопрос. Второй вопрос. Почему вся эта история, она ни словом тут не упоминается? Да, все, что мы рассказали, нет никакого намека на все это. То, что мы сказали только что. Про всю эту историю. Давайте начнем с конца. Почему это не упоминается? Это не упоминается именно потому, что эта беседа, она к столу не подходит. Не застольная беседа. Но мы до этого говорим в Брикаде Амазон. Почему? Потому что... Давайте я зачитаю ответ Мире. Мире объясняет так. Текнуа аля янь. То есть, эту бараху. То есть, еще вопрос такой. Вопрос, почему мы эту бараху договорим в Брикаде Амазон, а не в молитве? Намного было уместно вставку вставить в молитву. Когда мы в синагоге стоим, в Миньян, не за столом, все молятся, шмуная сидят там, да бабочка про аргей бейтар. Это было очень важное историческое событие. Надо так поменять. Ну где? Решили именно Брикаде Амазон. Почему? Объясняют Мире. Текнуа аля янь. Эту бараху, ее поставили там, где есть вину. Аля янь. Обычно за трапезой есть вину. Так было раньше. Раньше не было Кока-колы. И даже не было Пепси-колы. И пили, даже не было воды, на самом деле. Это как ни странно. Было трудно найти даже воду. Иногда чистой воды имеется в виду. Чистой питьевой воды. Но что было? Было вино. И было вполне нормально за трапезой пить вино. Просто чтобы зажду залить. Его забавляли чем-то там. Вино пили часто. За трапезой. То есть трапеза, это было хлеб и вино, как правило. И говорит Мире. Текнуа аля янь. Бепней шеше ваша. То, что мы объяснили. Что 7 лет виноград питался кровью убитых. Поэтому есть отношения между убитым и виноградом. Вино относится к столу. И поэтому мы это упоминаем за столом. Это одна причина. Вторая причина, говорит Мире, чтобы напомнить нам. Там, где у нас есть гила, такая радость, торжество, пиршество, стол, все хорошо, все круто, забыли все проблемы. Но нужно упомянуть тут рада. Немножко, чтобы остался страх. Чтобы остался страх. Буквально сегодня услышал от одного человека, что там его сын, он в армии. И мы сейчас отменили в армии. Запланирован какой-то отпуск от армии. И мы это отменили. Папа был очень рад, что отменили этот отпуск в армии. Потому что он боялся, что будет в этом отпуске, когда куда они поедут, что будут за люди. Там, где солдаты, солдатки вместе, непонятно, что там будет. Поэтому лучше, чтобы он был в армии, если он уже пошел в армию, кто был в армии, но не ходил в разные отпуски, в гостиницы и так далее. Почему я так говорю? Что когда есть застолье, пиршество, немножко, может, выпивки, да, то есть, называется, колут рожь. Голову можно унести. Так, чтобы это не произошло, мы упоминаем ада. Немножко страх. Упоминаем это событие. Это событие мы упоминаем. Про Руге Бетар, чтобы немножко, да, чтобы держать себя немножко в руках. Кстати, там же Медра Ширка и Иха, он приводит причину. Почему так получилось? Почему в конце концов римляне убили всех жителей Бетара? Почему это произошло? Там это объясняется. Объяснение такое, что это же было после Хурбана Байт Мегдаш. Уже не было храма. Храма не стало в Иерусалиме. Но сказано, что жители Бетара, они зажигали свечки, как бы, в знак, то есть, не как овлюд, не как траур по Иерусалиму, а наоборот. Им чем-то было облегчение, потому что они не должны были оставлять свои дома и идти в Иерусалим. Как бы, нет Иерусалима, ну ладно, будем дома сидеть, как бы, все к лучшему. Вот за это, вот за это, каждый, что за это они были наказаны. Так это переводит Медражиха. Окей, мы разобрали с вами слова. Мы разобрали с вами причину. Причину, почему именно вот в Бригаде Амазон поставили эту барху про Аруге Бетар. Еще можно дать несколько объяснений, что хотя тут имеется в виду Аруге Бетар, но эта история, этот эпизод, это как бы такая миниатюра в общем всей истории еврейства. Вообще, потому что все время в истории есть такие моменты, когда есть войны и есть погибшие, и тут произошло чудо. Какое чудо, что мы сказали, что эти люди, которые их убили, они так и лежали до захоронения, в конце концов их захоронили. Как такое может быть, что они 50 лет, извиняюсь, не 50 лет, а сколько там, ну лет 7 минимум, да, они лежали, и ничего с ними не произошло. Предсказано, а то в Ваймитив, то есть, когда человек, когда труп разлагается, да, когда его есть какой-то дурные запахи, когда перемешивает что-то нехорошее, то есть, когда все идет хорошо, да, человек из пропитания, все, человек здоровый, тогда все идет гладко, нет никаких дурных запахов, ничего не разлагается. Когда есть что-то, болезнь или смерть, тогда идет дурной запах, да, это как бы такой знак. Дурной запах, когда что-то разлагается, гниет, это знак, что тут что-то не то, тут есть смерть, тут есть болезнь. Так вот, там этого не было, там было то в Ваймитив, то есть, как бы Ашем забрал от этих останков людей, он забрал все нехорошее, осталось только хорошее, когда есть только хорошее, это не гниет, да, это нам знак о том, что вообще в любом, в любом месте, в любое время, есть эти две вещи, есть как бы то Ваймитив от Ашема, который идет, есть плохие вещи, которые, их цель напакостить, чтобы что-то, был дурный запах, чтобы что-то сгнило, да, и так далее, да, как это, ложка дегтя, бочки меда, как говорится, эти силы, которые, их цель, их цель, это вот что-то напакостить, да, образно говоря, такие чертики, чертики, поэтому все время бывает, что что-то там как раз упало, что-то не получилось, что-то машина не завелась, что-то опухло, кто-то рассередился, да, и так далее, все-таки какие-то, такие вот, как это, как это, как-то, так или, что-то, что-то не то, да, что-то идет, так и надо, да, даже бывает, запускает, запускает GPS, да, и он пишет тебе, там, что-то не так, что-то не так, что-то не то, здесь все время есть что-то не то, это что-то не то, это вот именно вот эти чертики, они все время, они везде, они везде пытаются что-то, да, кто-то там опоздал здесь есть то все время вот так это бархану что все было то вы иметь и в чем у того мити мы хотим чтобы только это над нами властвовала то то вы иметь и в это черта браха на этом господа и дамы заканчивается беркат amazon 3 до райта 4 дробанан и некоторые на самом деле когда спешат тем более они заканчивают они дальше не продолжают то есть такие то есть такое мнение что тут можно остановиться и ты по всем мнениям сказал беркат amazon все и сделал и дурат и дробанан все выполнил можно идти гулять но дальше есть продолжение давайте посмотрим на продолжение стоит после этого о перевернули дальше рахман тот кто не очень торопится это то хочет еще и ножка остаться после еды наедине с рацион может сейчас как как-то горит на сынке оторваться и сказать арахмана рахмана 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 рахман много 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 милосердия рахмана рахмана рахман это только биркат amazon такой есть не в такого не встретите так много рахмана Опять-таки, тушбрикат Амазон, это вещь, это мы кушаем, это соединение с Творцом, это нам хорошо на душе, если душе хорошо, то и нам хорошо, если нам хорошо, то и Ашиму хорошо, и поэтому можно спокойно говорить рахман, 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 и можно добавить от себя все, что мы хотим, и попросить все, что мы хотим. Я тоже сказал в начале нашей лекции, тушбрикат Амазон, это место, где наконец-то можем попросить от себя, за себя, то, что мы хотим, и за других, и за друзей, и за близких, и за далеких, и за весь народ Израиля, и за всех, за всех, за всех. Рахман, рахман, рахман. Давайте посмотрим конкретно, что за рахман, что тут перечисляется, давайте почитаем. И только скажем, что эту добавку, ее сочинили мудрецы Бавеля, она более поздная, где-то в 8 век, может даже 9 век, может даже 10 век, это вошло в бригад Амазон наиболее позднее. Рахман, и так, рамисына так. Ха рахман, уимлох алейну, лулям вэйд. Арахман, уимлох алейну, лулям вэйд. Это будущее время. Имлох, он будет царем над нами. Арахман, вот именно он, Рахман, он милосердный, именно в этом качестве, именно в качестве милосердного, он будет царем над нами. Арахман, уимлох алейну, лулям вэйд. Навсегда. «Арахман уизбарах башамайм у варец». Корень «бараха» — это «бараха», он «избарах», «итпоэль». Он будет благословен, он «гам башамайм» и «гам варец». «Башамайм у варец». «Арахман уиштабах ледор дорим». «Арахман уиштабах ледор дорим». Можете найти сход с кадишем. «Арахман уиштабах ледор дорим». «Виспар баану леа дуренецах нецахим». «Ледор дорим». То есть также на будущие поколения. «Дор-дор», «дор» — это поколение. «Ледор дорим» — на следующее поколение. «Виспар баану» — слово «пе-эр». «Испар баану леа дуренецах нецахим». «Снова мы управляем нецах навсегда». «Еще нецах — это имеется в виду тоже нецахон». Чтобы наконец-то Рахман победил все дурные силы. «Ледор дуренецах нецахим». «Из гадар баану леа дуренецах нецахим». «Из гадар». «Как перо тадар», что очень красивое. «Из гадар баану». То есть он будет нами красоваться, мы будем его украшением. Именно мы. Мы будем его украшением, будет нами красоваться. Он не будет нас стесняться, прятать нас куда-то. Наоборот, он будет нас показывать. Он будет нами гордиться. «Из гадар баану леа дуренецах нецахим». Ну, нам для всего этого, просто всего нам нужна парнаса. Да, без парнасы никуда. Поэтому парнасу мы не забываем никогда. «Арахман у ифарнесейну баховод». Чтобы за парнасами хубеда, чтобы мы все были начальниками. Чтобы был баховод. «Арахман у ижбор алейну улейну оль». «У ижбор улейну». То есть на нас какой-то гнёт лежит, как вот эта лошадь, которая тянет телегу. У неё уже есть на ней это ермо, там есть дуга, дуга, всё это, вот этот оль такой, как бык, который пашет. Вот это всем, тот, что мешает ему, всё время на шее висит. На шее, да, это ермо, на шее. Так вот это нужно уже сломать. «Ижбор улейну ми альцу варейну». «Цавар» — это шея. «Цавар» — это шея. «Цавар» — шея. «Цавар» — шея. «Цавар» — шея наша. «Вуй улейхэйну коммиюйс ля арцину». Он приведёт нас не просто в землю нашу, а чтобы мы шли с высоко поднятой головой. «Цавар» — 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 «Цавар» здесь дальше. «Арахман уйшла хлану бараха мируба баба байдзе вал шульханзе шахалну алаф» «Уiph vol Sologh technique байдзе ». Тут надо разобраться. Написано так. «Арахман уйшла хлану бараха мируба баба байдзе». Это же некоторые, которые так по столу постукивают. «Ой, да» — вот. «Баба байдзе! «Завар» — «Цавар» — «晚ew» — «Шулханзе шахалну алаф» Как стол-стол удостоился такой почтой моего, именно наш стол, мы упоминаем в прикате Амазон. Вообще известно, что стол-то не просто стол. Стол-то он как мизбех, как жертвенник. Поэтому на стол не принято вставать ногами, даже дети на нем сидят. Стол-то как мизбех. Поэтому там должна быть соль во время приката Амазон. Должна быть соль на столе. Как на мизбехе все время была соль. Должен быть хлеб на столе. Лехамитамид, как было в раме. Шухан-то как мизбех. Барахлану ишлахлану бараха мируба. Бабайдзе. Бальшульхан зе шахал нор. Опять-таки объясняется так, что мы говорим, что была бараха на этом столе. Что была бараха, а не те самые чертики, которые хотят нам что-то сделать не так. И поэтому принято, когда мы делаем амоции, амоции лехаминарес, мы говорим бараха, принято обычную горбушку, маленькую кусочку горбушки отрезать. И ее не едят, ее не кушают. И просто с самого начала, говорят, амоции лехаминарес, отрезают кусочек горбушки хлеба, в сторону ее кладут, и дальше уже нарезают хлеб для еды. Так эта горбушка, то, что отрезают, это для чертиков. Ситрахра, это ей, пусть она питается. Потому что если мы ее не дадим, она сама возьмет кусок побольше. А так мы дадим изначально, да, вот это тебе, да, мы свое отдали. Многое не надо, главное что-то взять, не важно что-то взять. Так вот мы и как бы дали что-то. Теперь чтобы шульхана была только бараха, да, чтобы только была бараха, но чтобы ничего нам, там не было никаких висекомых в еде, которые не кошерные и так далее. Чтобы все было кошерно. И дальше. Тут мы уже доходим до Ильяу. Мы все время говорили про Нецех Нецахим, Ля, 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 да, посмотрели будущее теперь. В будущем будет, естественно, придет Ильяу, который приходит перед Машиехом. Захур Лятов, Захур Лятов, Захур Лятов, это, из этого делается тоже Рашид Ивод, Абриатура, Зайн Ламет, Захур Лятов, Заль, Заль. Часто люди, которые делают что-то хорошее для народа Израиля, и после их жизни, мы, когда их имя говорим, мы говорим Заль. Был такой-то человек, Заль. Если он цадик, то он зацаль. Если он не цадик, а просто добрый человек, который сделал хорошее деяние для народа Израиля, мы говорим Заль. Так Ильяу на Ви захур, это взято вот отсюда, взято из этого места, из этого пасука. Есть пасук. Это все-все пасуким. Мы говорим, это все пасуким. Это все взято из Танаха. Сказано при Ильяу на Ви, что придет Ильяу, Захур Лятов, помимо его добром, да? Буквально хранимый в памяти нашей, в нашей доброй памяти. Это пророк Малахи. Первый гиммель, там где-то в конце. Вот я вам посылаю Ильяу на Ви. Когда он его пошлет? Когда придет наконец Ильяу? Мы его ждем. Он приходит на Бритмила каждый раз. Он придет уже перед Машиихом. Будет день. Будет великий день. И страшный день. И придет Ильяу на Ви. Сказано тут. Он придет и оповестит нас. Скажет нам новости. Ивасер, басура, как новость, да? Какое-то оповещание. Он поставит в известность, что вот будут скоро басурот Тувот. Скоро будет Ишуа. Вопрос, так сказать, в чем тут прикол? Зачем нам нужно какие-то сообщения про то, что будет Ишуа? Давай уже Ишуа, давай уже Машииха, давай уже Гюилу. Зачем нужно приходить, сказать, вот скоро, 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 знаете, вот через месяц, через полгода, через год тут уже Машииха уже по дороге, да? Вот будет Ишуа скоро. Ну хорошо, но мы давно это ждем. Давай уже. В чем именно преимущество именно басурот Тувот? В чем говорит басурот Тувот? Написано в пасуке так. Пасуке из Малахи. Постыняется так, что придет Ильяу-Нави и скажет, господа, скоро придет Машиих. Это уже однозначно. Это уже без сомнений. Все, что было до этого, все там лжи, мессия, что было, то было. Но скоро придет Машиих настоящий. Миляха Машиих, Бен Давид. И пора, то есть, к нему готовиться. Что-нибудь, к нему готовиться? Если вы не будете к нему готовы, если вы не делаете чего, если не будет чего, то будет мака. Сказано. То есть, дети будут своим родителям говорить, родители дорогие, видите, вот мы дети, мы уже Хазаран Бучу, а перехали в Израиль, отделе экипы, да, шубрим Тура. Вы тоже, пожалуйста, должны соблюдать. И наоборот, родители будут сказать детям, дети, да, надо соблюдать Туру, потому что скоро придет Ильяу-Нави, чтобы быть готовыми. То есть, это всурот Тувот, это чтобы нас привести к состоянию готовности. Чтобы они как в армии, да, если есть, вот, тревога, тревога, сирена, что все были готовы, все стоят на чеку, все готовы. Каждую минуту, каждую секунду надо будет выйти на миссию. То же самое и здесь. И Болия-Нави, и Ва, и Са, и Бусурот, и Тувот, и Ищевский Нихамот, что приходит Ишева. Это еще не самая Ишева, это только Бусура. Это только весточка. Но надо быть готовым. Пен, написано, по сути, Пен его, чтобы не было такого, чтобы машина приходит, опа, а солдаты спят, солдаты не готовы, да, вообще не в форме. И тогда будет мака. Чтобы этого не было, Ильяу нас оповестит заранее. Поэтому сказано, Арахман, Арахман, Ашем, он милостивый, он послет Ильяу заранее. Арахман уйшлахланут Ильяу на ви, захору лето, ва и васрана бусурот, ищевоис, ве нехамос. Ищевоис, ве нехамос. Переводится спасение и утешение. Утешение. Нихама. Есть такое имя женское. Нихама. На этом заканчивается или почти заканчивается следующая часть про Рахмана, 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 Рахмана. И после этого наступает интересный момент, когда мы наконец-то, опять-таки, можем добавить от себя благословения, просьбы, но пока что еще не для себя, пока что для балабайта. Если мы были в гостях, нас накормили, вкусно, в гостях, то надо сказать спасибо хозяину или хозяйке дома. И мы говорим и так. Давайте посмотрим, что мы и говорим. Написано внизу синие буквы, видите, написано мелко так, в скобочках, написано так. Даже дети, которые кушают за столом отца, тоже должны благословить отца. Если отец кушает за столом у сыновей, пусть сыновей благословит. И что? Томар. Даже жена пусть мужа благословит. На самом деле, эту вставку, ее далеко не все говорят. Даже есть такие си-ду-рим, молитвенники, где вообще нет этой вставки. Вот так вот почему-то нету, не знаю, почему, как так произошло, но нету ее. Тоже на нас, на слайдах, тоже ее не будет. Но обычно, допустим, вот такой си-ду-ру, вот такой си-ду-ру, допустим, или другой си-ду-ру. Тут это да, есть, тут приводится это. Нет, извините, тут не приводится. Извините, тут этого нету, нету этого. Как я говорил, тут нет того, что я хотел вам сейчас сказать. Не пишут, не знаю, почему не пишут. Есть охроним, которые злятся немножко, говорят, пишут охроним, зная, что не все это говорят и не понимая, почему. Так пишут охроним, не понимая, почему это не говорят. Надо это говорить. На самом деле, то, что говорят для Балабая, это да, но вот то, что говорит жена мужа, это на самом деле, это я такого, честно говоря, не встречал, чтобы мужа, чтобы жена благословила мужа. А вот детей учат вышивых, ашхенадских, по крайней мере, говорить барахут для родителей. Сфарадим меньше. Ашххенадим говорят детям, чтобы они говорили барахут для родителей. Так, окей, эту вставку мы опустили, ее не все говорят. Но дальше вставка, которая да, все говорят, это наша следующая картинка, следующий слайд. Вот, вот это да, все говорят, и это да, есть все дуры. Это продолжение. Написано так. Арахман уеварех эт в скобочках ави мури Это продолжение Рахмана, да, это опять Рахман. Это Рахман, только тоже Рахман идет на Балабайта. Арахман уеварех Он благословит кого? Эт в скобочках если это отец твой, хозяин дома, то ави мури отец мой, учитель мой, отец учитель, ави мури, потому что отец нас учит в жизни, тори, ави мури Балабайта-зе, вэт и также имми мурати, если это кушает за столом тоже мама, у мамы, это мою маму, имми мурати, учительница моя, наставница моя, Балатабайта-зе, и отам, вэт бейтам, вэт зарам, вэт кола шерлахем. Пусть благословит Он их и дом их, бейтам, бейтам, дом их, вэт зарам, и детей их, зарам, все, что из них вышло, вэт зарам, всех, как называется, ца цаим, как называется, реварья, как это называется, зарам, о, тут есть реварья, зарам, потомки, вэт кола шерлаем, и все, что есть у них, иметь в виду имущество, все их, все, что у них есть, во всем будет браха, а если это, не дом его родителей, если он кушает у себя дома, да, он сам хозяин, сам себе хозяин у себя дома, писано снова мелким текстом, если он кушает у себя за столом, шухан ацму, он говорит так, арахману я варех, ойси, вэс ишти, вэс зари, вэс кола шерли, он пусть благословит меня, и жену мою, жена говорит меня, и мужа моего, вэт зари, потомков моих, потомков моих, вэт кола шерли, все, все, что мне, все, что мое, пусть благословит, арахман, оттану всех нас, вэт кола шерла, все, что у нас есть, все, все наше, вэс кола шерлану, к моша из барухуа воз сына, а в арха, мис как яакоов, баколь меколь коль, как мы были благословит наши прадатцы, к моша из барухуа воз сыну, а в арха, яакоов, что такое баколь, меколь коль, мы сказали все слова, взятые из пустыким, про Абрама сказаны воколь, про Исхак сказаны воколь, про Яакова сказано коль, и от кapproшим, такие, вавраам вза кен ба ба ямим, ва ашем бирах есаврагам баколь, пасук, видите, ва ашем бирах есаврагам баколь, потому что баколь относится к еврааму, бру ицхака, вихрат ецхак харада гдуля, адмиот, вьюмар, ми ефогу, отца цайт, виявели, вахал миколь, когда говорит, ецхак дает браху, якову и есаву, ему каждый приносит что-то покушать, вахал миколь, ецхак ел от всего, видите, в паскакме коль, а про якова сказано слово коль, яков говорит там, когда при встрече с есавом, говорит, яков кахна эт биркаси, ашер эвета, ашер увата лах, киханани луким, вики ешли коль, говорит, яков ешли коль, поэтому тут говорим коль, а в рамках яков баколь, миколь коль, кен еварех, кен, это так же, кен у еварех, будущее время, кен еварех, отану куляну, всех нас, яхат, чтобы мы все вместе, все вместе будем его рахим, куляну яхат, браха шлема внумар амэн, браха шлема, чтобы была браха шлема внумар амэн, браха шлема, дальше мы видим, что браха шлема, это так же относится к рекаду шалом, чтобы был шалом байт, потому что если нет шалом байта, то здесь ничего, так написано, имэнь шлом байт энклюм, должен быть шлом байт, если мир и дома, то все хорошо, мир и не дома, то неважно что, все плохо, внумар амэн, и снова можно сказать амэн, это вставка для как бы для гостей или для бала байта которые кушают я думаю идем дальше идем дальше публикает amazon а теперь есть дальше мы идем говорим бамаром 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 или миду алиэм в алей тут мы уже вращаемся как бы к ангелам кто-то кто-то маром это наверху на небесах маром кто там там ангелы как бы обитают бамаром или миду алиэм в алей но сход пусть они ханас решат к добру на небесах чтобы сохранился мир то что я говорю этот шломбайт имеется ввиду бамаром миду алиэм в алей ну за хус и еле мишмера чалом чтобы нас судили к добру и благодаря этому будет сохранен мир мишмера чалом слова лишь мор чтобы до мир был охранен что теле мишмера чалом асхут теле мишмера чалом принеса бараха месяц и мы получим благословение от ашема не собрала меташем уцдака милость от бога спасения чтобы были чтобы нашли милость и благосклонность в глазах господа людей говорят как знать если мы находим милость и благосклонность в глазах творца как-то как-то знать если мы видим что люди нами довольны если мы находим милость в глазах людей то также ашем тоже нам довольны подсказано немцах и навесах льтов беней и лукьим в адам то есть нужно будет делать действия которые угодны и небесам и людям сумме было такого что мы делаем митцвот которые для ашема люди для нас это так это как кто-то с кем может делать митцву даты мы помогаем кому-то и сюда читайте помогу чтобы делать в митцву или вообще предпринимать людьми то что у меня был наоборот что бы на дамли хавера между людьми все хорошо а подошли кашем у нас нас не волнует задумать это это вместе это это вместе кто-то мне сказал интересную вещь что бильский калон говорит что зачастую раша им злодеи у них очень очень качество хорошие они красиво говорят красиво улыбаются с температур находиться но не на самом деле не злодеи так это сделано для того чтобы люди за ними шли специально да ты чертики они они умные титра хранаты трудно очень обвести руку пальца да поэтому как бы злодеи да такой выглядит хорошо респектабельно но злодей душ если будет он злодей такой явные все будет что он злодей сама собой со злодеем не у него не хочет водиться да поэтому здесь есть хорошее качество чтобы стали чтобы люди ошибились дальше ставки на субботу написано то софот софот это вставки на субботу или на наем то сейчас мы не будем это разбирать это же это же второе место для вставок должен было до этого вот там был уже там я левая вот тут уже еще одна вставка на праздники и потом после этого давайте еще продолжим снова продолжается опа как красиво он продолжается арахман 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 уиза кейну лимота мащеху лиха лима ба то есть для чего все это если этот мир вся эта еда и да вкусно все это для чего чтобы удостоились наконец наконец-то дойти до прихода миссии рахман уиза кейну лимота машиах дима ши лима ба хотя в этом мире все очень вкусно и хорошо на будущем мире будет еще лучше поэтому ходил достоица удостоиться хайей у лима ба рахман уиза кейну лима шиаху лиха ей у лима ба и дальше сказано макдиль или бигдоль еще ос малькой высыхать лима шихо ледавит улюзару адулям это полностью пасук взяли целый пасук вставили прикатом озон из два пасука есть пасук один из книги ты ли им там написано так вискин 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 скобочках бы холь то есть они шаббат и не праздник айом холь будний день тогда говорят магдиль еще осмалькой высыхать лима шихо ледавит улюзару адулям асета шаббат или любой другой день когда говорят мусав рушкоды что же горит мусав тогда мы говорим мигдоль не магдиль а мигдоль и то же самое мигдоль еще осмалькой высыхать лима чехо ледавит улюзару адулям давайте пасука давайте пасука сказал давида мелех первым сказал книги ты или им второй сказал книги шумуэль написано книги шумуэль бетков бет посуду налев хотя в обоих лучших это посуду налев ты лима ютхет посуду налев шумуэль бета ютков бет посуду ну налев но когда в ты или им давида мелех он еще не был мелех вопроса давид удочкой который сочинял песни ты ли он таскал магдиль еще от мальку а там стал царем он горит мигдоль еще от мальку в чем разница магдиль то слово для гагдиль увеличивать до давид ашему ты увеличиваешь магдиль еще от мальку взращивает царя еще от мальку еще от царя какого царя царя машиха был сэхэсэд лимы шихо и давид улюзару адулям стал царем уже нужно взращивать он уже вырос машин уже вырос старый уже вырос поэтому уже говорится мигдоль мигдаль это башня мигдоль башня спасения так приводит послуг башня спасения царя хима как башня до башни спасения для царя царем машин вашей спасения ли своего царя и источник милость милости сахэцле мещихом мыши хой это помазанник мы жмажь иех это вообще там этом а шеях дана штук мышек дословно это помазание хлем шо хмелях это это па ма запамазать царя чем помазут или маслом кем маслом маслом оливковым если нет масла это тоже целый ломдыс, но в принципе должно быть какое-то особенное масло оливковое, не просто, есть особенное масло оливковое, которое было сделано в истории, именно им мажут царя, это называется машех, того, кого он помазал в цари. Теперь почему мы говорим, один послух мы говорим в йомхоль, а другим говорим в шаббат, вот это то, что нам надо сейчас понять. Будние дни, они, как правило, дни суеты, эти дни нам трудно думать о каких-то возвышенных идеях, о машехе, поэтому мы говорим Магдиль еще, еще вот, мы уже ждем, когда наконец, когда наконец все закончится, да, Магдиль, чтобы Ашем он вырастил, вырастил царя машехе, еще мы его как бы за суетой мы его не замечаем, мы его не видим, а вот в дни особенные, как шаббат, йомтов, холемуэт, когда говорят Мустав, мы говорим Мигдоль еще от Малько, то есть мы уже ощущаем время избавления, уже легче почувствовать это, как говорим Мигдоль еще от Малько. Здорово в этих словах Магдиль и Мигдоль, можно заметить слово Магдиль, видите, там йод написано очень маленько, я так специально сделал, специально написал так, я маленько, потому что в Теглим, это йод нету, там написано Магдиль без йод, хотя она там должна быть, Магдиль, пишет без йод, пишет далит, под далит просто ставит хирик, потом ламит, Магдиль без йод, Магдиль, а вот в Мигдоль, там уже стоит вав, вав и наверху точка холям, башня уже восстает, Мигдоль еще от Малько. То есть мы уже ощущаем целя Давида практически чуть ли не за нашим столом шабатним. Это в райце между Магдиль и Мигдоль. И дальше продолжение такое Так же заканчивается Он делает мир на небесах, он сделает мир нам и всему Израилю И это окончание Беркат Амазон, но нам очень трудно закончить Беркат Амазон, мы все время хотим еще что-то добавить, еще что-то продолжить И поэтому есть еще несколько отрывков Беркат Амазон, давайте посмотрим Вот, и на этом уже на самом деле заканчивается Беркат Амазон, даже некоторые заканчивают еще раньше, некоторые не все говорят Псуким в конце Это вот в конце, это просто вот набор набора Псуким, просто взяли и сделали такой микс из Псуким из Танаха Написано так Ируй Сашем Кедушав Кен Махсор Лей Раф Ируй Сашем Кедушав Кен Махсор Лей Раф Кфирм Рашвы Варьеву Вадурше Ашем Луэх Сару Культов Это два посылка из книги Таилим Таилим Ламедалит Ируй Сашем Кедушав Как бы, как это объяснить Трепещите перед Господом, святые его, ибо нет скудости у боящихся его Ируй Сашем Кедушав Кен Махсор Лей Раф Тот, кто боится его, тот, кто не будет в достатке Кфирим Рашвы Варьеву Кфирим это львы Молодые львы, сильные львы Кфир, такой молодой Лев мужского рода Молодой сильный лев И даже они, даже эти львы, которые Кого хочешь схватить Хищники, да, они Сильные, самые сильные цари зверей Но даже они Рашвы Варьеву Даже они, бывает в реве, что они голодные ходят Бродят голодные Это как бы Такая аллегория, что даже сильные И богатые мира этого Люди, даже люди, да Иногда они могут бедствовать И могут стать банкротами И так далее, то есть не всегда сытые будут сытыми Но вот тот, кто боится Ашема Ирай Ашем Тот, кто будет в достатке Богатые могут оказаться в тюрьме По разным причинам И так далее Ирай Ашем Другой послуг Тоже Тейелим Это мы уже видели Это мы говорим Это же по сиферам Это тоже Галель Там есть отрывок Оду- Ля Ашем Китов Тюалам Хастто Благодарите Бога Оду- Ля Ашем Китов Тк annual Quindi Он очень благо Тюалам Хастто Его милость Его будет во век Пасук мы уже видели в начале Бирката Мазона, он уже встречался. Он открывает свою руку и насчищает все живое благодатью. Он насыщает, умацбия, леколь хайрацон, мазбия, делай насытыми, совы это свиты, а он мазбия, он насыщает, леколь хайрацон. Баруха гевер шрифтах баа шим вая шим ифтахо, благословен человек, который надеется на него, на Бога, он благословен. И Бог его опора. Баа шим ифтахо, тот, кто полагается на Бога, тот, кто у него, как бы, ну, буквально, как бы, облокачивается, да, надеется на него, то, на самом деле, тому а шим служит опорой. И сказано еще дальше тоже по сути стыльным, опять-таки. Я был молодым, наар молод, молодой, наар это молодой, есть елод, ребенок, после ребенка есть стадия, называется наар, или наара, женская вода. Я был молодым, я уже состарился. Я не видел такого, чтобы цадик был оставлен. Лаазов это оставлять, неизав это пассивная форма. Нефаль, неизав. Чтобы отставили цадиков и заро, пивакер шлахам. Обычно бывает наоборот. Насколько вот я вижу, очень часто дети цадиким, они живут неплохо, живут очень хорошо. То есть за счет того, что Аба был цадик, или дедушка был цадик, или прадедушка был цадик, или даже прапрадедушка был большой цадик, то само это уже дает детям, так сказать, фору по отношению к другим. Подописано в Эльдорейтише такого, что дети цадика, они будут оставлены. Люди их помнят, люди как бы знают, они как бы известные, да. Человек известный, все время ему есть что рассказать, что показать и так далее. И поэтому они не будут, даже если будут хлеб просить, то они сразу получат и так далее. Лаазов это неизав, издаваем кишлахам. И в конце, ашем оз ламо и тэн, ашем я вареха самой башалом. Ашем оз ламо и тэн, Бог дает силу своему народу, оз. Оз это как сила, оз. Ашем оз ламо и тэн. Ашем я вареха тамо башалом, чтобы был мир. Как мы сказали, потому что если нет мира, то все остальное теряет смысл. Мир, это как сосуд, который держит бараху. Шалом это климах зиг бараха, сказано. Шалом сосуд для барахи. Чтобы была бараха, нужно шалом. Поэтому ашем поможет, чтобы в народе Израиля был мир. Ашем я варех эсамо башалом. Вру хашем закончили биркат Амазон. Был длинный биркат Амазон. И если длинный, то тут сразу появляется такая опасность. Когда длинная молитва, то может возникнуть такая ситуация, что человек ее читает или говорит, и так незаметно потихоньку улетает. Можно очень далеко улететь в мыслях. То есть как бы читаем, 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 а голова уже не здесь. Такое может случиться. Это тоже случается часто в Шмунайсре. Тоже длинная молитва. Когда бараха короткая, то как бы там легче сконсидироваться. Короткая бараха. Даже вот Ашарьяцар, она такая не очень короткая, но все равно она там сколько, 20 секунд, полминута ты сказал ее. А тут бараха Амазона тоже нужно несколько минут, чтобы сказать от начала до конца. Поэтому можно отвлечься и не понимать, что мы читаем. То есть не думать про это. Это очень нежелательно. Говорил Зейда Мишполи, Саба Мишполи, Шполи Зейда. Был такой цадик из Шполи. Он говорил совет. Как делать так, чтобы на протяжении всей молитвы была концентрация? Он говорит, есть такой пасук. Эштамид, тукадалемезбеах, лёсихбе. Эштамид, сказано про жертвенников. Там все время говорил огонь о жертвеннике. Эштамид, эштамид. Постоянный огонь. Тукадалемезбеах, говорит на огне. Лётихбе. И он не гаснет. Он говорил так, что если мы хотим, чтобы у нас была концентрация, чтобы мы были сосредоточены во время молитвы. Брикат Амазон, это как огонь. А чтобы огонь не погас, только нужно изначально, с самого начала, сречь огонь. То есть, чтобы был такой, как бы, Итлавут, был огонь. Эштамид, тукадалемезбеах. Если сначала будет огонь в нас, то тогда он не погаснет на протяжении всей молитвы. Радим, чтобы мы достойно говорить брикат Амазон, и остальные брахоты, и молитву, так, чтобы у нас было яркое желание, как огонь, чтобы была у нас кавана, концентрация, чтобы мы не теряли смысл слов, которые мы говорим. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok